Склады в Колбасне уже больше 30 лет привлекают внимание СМИ и экспертов, а о местном арсенале ходят легенды. По оценке экспертов, на начало 90-х там хранилось более 40 тысяч тонн боеприпасов. С тех пор о хранилищах неоднократно говорили на переговорах, часть взрывоопасного груза вывезли и утилизировали. На данный момент, по самым скромным оценкам, в ангарах осталась половина от первоначального объема ракет, бомб и снарядов. Военные склады под Рыбницы появились после Великой Отечественной. При СССР в селе Колбасно был сформирован стратегический арсенал Западного военного округа. Много вагонов боеприпасов сюда привезли после вывода советских войск из ГДР, Чехословакии и Венгрии. С 2000 по 2004. После заключения ряда международных соглашений, примерно половину боеприпасов и военной техники из арсенала вывезли или уничтожили. Сейчас на складах хранятся снаряды, мины, авиабомбы, гранаты. В Колбасне, по оценкам экспертов, остается примерно 20 тысяч тонн боеприпасов. По некоторым данным, есть даже снаряды времен Первой и Второй мировой войны. Больше половины боеприпасов просрочены. Использованию и транспортировке не подлежат. Их надо утилизировать на месте. Для этого три года назад начались переговоры о строительстве рядом с арсеналом завода по разборке и утилизации старых боеприпасов. Дальше разговоров, правда, дело не продвинулось. Склады находятся под охраной оперативной группы российских войск. Часто встречаются данные, что детонация арсенала в Рыбницком районе будет сравнима со взрывом ядерной бомбы. Оценку возможного ущерба в 2005 году делали эксперты Академии наук Молдовы по заказу правительства. Они оценили силу взрыва примерно в 10 килотонн. Это чуть меньше той, что была сброшена американцами на Хиросиму. Эксперты также подсчитали и общий радиус действия первичной ударной волны. Удар накроет рыбницу и резину. Достанет до Молдавского Аргеева, Украинских Балты и Подольска. Она может разрушить все капитальные сооружения на расстоянии 4,5 километра от эпицентра взрыва. Образуется воронка радиусом 1,5 километра и глубиной 75 метров. На расстоянии до 50 километров сила воздействия будет примерно такой, как при землетрясении в 7-7,5 баллов.